Кто понимает разницу между словами непрерывная функция и равномерно непрерывная функция? Кто видел по каналу Культура передачи Петрова о французском языке, о итальянском языке? Видел? Да. Очень советую всем, потому что его подход к жизни, честно говоря, ровно такой же, как у нас с вами. Вот просто вот один к одному. Идея такая, что язык не надо учить, а на нем надо сразу говорить. Разумно? Нет, это правда разумно. Я очень советую, потому что, ну, в общем, действительно, человек очень правильно это делает, что нечего мучиться, там, 16 уроков и пошел сдавать экзамен. Вот. И у вас точно так же. Подумаю еще раз, что такое непрерывная функция? Давайте вспоминать. Давайте для отрезка это сделаем, а потом вы поймете, что это треугольниками так же. Значит, итак, у нас имеется непрерывная функция, определенная на отрезке, принимающая значение в множестве вещей стих чисел. Согласны? То есть для любого ты это... Я секунду поговорю. Что такое непрерывно с каждой точкой? Вы-то поняли, надо, чтобы все поняли. Значит, непрерывная функция, значит, для любого х... Ой, можно я а-б напишу, чтобы было как в книжках? Хотя, если честно, без разницы, потому что она что-то 0,1, что а-б, что треугольник. Дерем так, надо, куда оказаться. И так, для любого х, вспоминаем определение непрерывности. Кто скажет? Для любого, абсолютно верно. Для любого дельта больше 0, дальше. Существует что? Эпсилон больше 0. Да, что? Прости, Пейдер, что театральные билеты. Ну, это замечательство. Но это не нам пока. Спасибо. Но это никакого отношения. Итак, для любого х, принадлежащего отрезку А-б, для любого дельта больше 0, существует эпсилон больше 0. Какой? Такой, что для любого у из отрезка А-б, для любой точки, верно следующее неравенство. Что как только х-у меньше эпсилон, так обязательно f от х отличается от f от у, что? Меньше, чем над f. Вот это называется определение непрерывности функции. В каждой точке функция непрерывная. Так, теперь вам слово. Что такое равномерность непрерывная? Нужно переставить. Молодец. И любого дельта больше 0, и любого не эксперимента. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ребята, смотрите, в чем здесь история. Вот это эпсилон, оно у нас, смотрите, какое, оно у нас зависит от дельта, и оно у нас зависит от х. Согласны? То есть, тут как написано, для любого числа, то есть мы фиксируем любое число на дельта, для любого положительного числа дельта, то есть фиксируем число дельта. И по этим двум величинам мы находим число эпсилон. Так? Так. Итак, давайте я напишу слово непрерывно. Вот это называется определение непрерывности функции. Во всех точках непрерывно. А вот теперь очень важная история. Что такое функция равномерно-непрерывно? Рав, но... Вообще это слово равномерно, вы в математике часто встретите, и оно всегда имеет примерно такой смысл. Равномерно-непрерывная функция. Это означает следующее. Как только вы берете дельта, пишете, для любого дельта больше 0. Существует эпсилон. Совершенно верно. Так вы можете взять такое эпсилон, которое обслуживает все точки. То есть, смотрите, для любого х, принадлежащего отрезку АВ, для любого у, принадлежащего отрезку АВ, а дальше ровно то же самое. Как только х от у отличаются меньше, чем на эпсилон, так пренепременно f от х отличается от f от у меньше, чем на дельта. Господа, это принципиально важная вещь. Между прочим, теорема существования определенного интеграла является мгновенным следствием из вот этой теоремы. И много чего еще другого. Так что это нам во многих разных местах понадобится. Это принципиально важная штука. Разница только в порядке квантеров. Я не поленился написать два раза, но на самом деле, вы видите, что писал-то я одно и то же. Что произошло, в чем разница, вот это вот место, вот этот квантер, он поменялся местами с квантером существования. Согласны? Кстати, обратите внимание, вот эти квантеры, если меняем, чуть меняется по сути или нет? Нет. Для любого икса и для любого дэфта. Нет. Дело в том, что когда у нас идут подряд квантеры всеобщности, то сколько бы их ни было, на самом деле это такое впечатление. Для любого Васи, для любого Пети, для любой Маши это можно в произвольном порядке выиграть. Понимаете, да? А вот дальше ударная вещь. Существует такое-то максимум больше, ну и так далее. То есть вот этот самый эпсилон, это зависит от вот этих вот штучек, да? Так что на самом деле здесь можно переставить, от этого ничего не изменилось. А вот здесь очень важная вещь. Перестановка местами существует и для любого. Это огромная вещь. Это в высшей степени важная вещь. Либо для любого икса существует свой эпсилон. Либо существует такой эпсилон, который обслужит все иксы, да? Вы смотрите, для любого человека существует тапочек, в котором ему удобно. Правильно? Существует. Правда, ну тапочек у вас есть, наверное, да? У любого. Вот. А теперь подумаем, существует ли тапочек, который удобен для любого человека? Нет, нет. Абсолютно нет, да? Потому что у вас люди бывают разных размеров, да? У кого-то сороковой, у кого-то пятнадцатый. Да, совершенно верно, да. Кстати, я такой видел. Знаете, что я сейчас продаю топов с изменяющимся размером. Прогресс его не остановить. Может быть, через несколько лет... Почему? Через несколько лет может такое и получиться. Кто его знает? Компьютеров тоже когда-то не было. Вот. Разговор не о том. Кто докажет? Тянь ему. О том, что непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывная. Это просто завершающий удар в нашем доказательстве, но без него никак. Что для отрезка, что для треугольника, доказательство фактически будет одно и то же. Естественно, доказательство методом от противного. Это может и только Андрей. Да, отрицание надо писать. Надо по-честному писать отрицание. Это действительно абсолютно механический процесс. При отрицании квантер для любого меняется на квантер существует. Согласны? Существует дельта больше нуля. Такое, что для любого положительного эпсилона существуют икс и ибрик. Отлично. Если мы не икс, то не икс, то... Такое, что неверно вот это следует. Вот это частный школьник не путает. Что такое? Из а не следует б. И при этом f от x минус f от y больше или равно дельта. А теперь смотрите, какая идея, ребята. У нас для любого эпсилон больше нуля. Что можно сделать? Так же, как мы с ограниченностью делали. Помните? Там мы предположили, что функции не ограничены значения. Значит, для любого натурального числа есть больше. Что вы здесь можете сделать? Взять не просто любой эпсилон, а взять эпсилон одну энную. Советую. И x и y тогда будут. xn и yn. А ну, напишите. Значит, как это будет? И вместо эпсилон вы пишете одну энную. Так вот, для любого натурального числа n, тогда у нас будет следующее. xn минус yn меньше, чем одна энная. А значения отличаются сильно, чем, больше или равно, чем на дельтаре. Повторяю еще раз. Для любого натурального числа n существует такая пара точек. Ну, на отрезке или если в треугольнике, то в треугольнике, неважно. Расстояние между которыми меньше одной энной, а значения функции отличаются не меньше, чем на дельтаре. Где дельтаре некоторое эссилонное положительное число пара. Поэтому у всех этих точек с корбинатами xn и xn придется предельно. Можно так, а можно попросту. Берем последовательность x1, x2 и так далее. У нее берем предельную точку, и, соответственно, она будет стремиться к какому-то пределу. А потом еще правее. Ну, помните, да, песенка, на этом всех не перебьете. То есть бесконечное множество. Из него сначала выбираем такое, которое стремится, последовательность x. А уже из этой последовательности выбираем ту последовательность, чтобы и y стремились. И в результате что получится? И x и y стремятся... И в этом одном из том, что непонятно, какая значения функции. Потому что x стремятся к одному значению, а y к другому. Поняли? Точнее, так, x могут стремиться к пункту определенного значения. А x... Ну, короче, там их разница должна стремиться. Если x куда-то стремятся, то y стремятся туда же. Вот, нельзя за это понимать. А x и f от x, n, а куда-то сложно... Стремиться к значению функции в этой точке. Потому что функция непрерывна в этой точке. Мы пользуемся реально... Да, да, да. Да, да. Да, да, да.